Сегодня мы начали уже, то есть открыли двери нашего клуба 3S TV и сегодня мы показываем фильм расследования Российского фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Чайка, Чайка это фамилия прокурора, криминальная драма. Мы показываем этот фильм потому, что его авторы мужественные люди. Снимать такие фильмы в России непросто, еще сложнее жить в России после таких фильмов. Посмотрим, как жить в Украине после показа таких фильмов. Но не только поэтому. Нам кажется, что эта тема фильма, ну конечно, актуальна для Украины. Но сначала о том, кто такие Чайка и кто такой Навальный. Алексей Навальный. Бизнесмен, юрист, лидер партии «Прогресса», основатель фонда борьбы с коррупцией. Один из самых популярных лидеров оппозиции. Дважды осужден российскими судами за экономические преступления. И в первый и во второй раз приговорен к условному наказанию. По опросам Левада-центра, 46% россиян считают, что преследование Навального связано с его политической деятельностью. Юрий Чайка. С 1992 по 1995 год прокурор Иркутской области. Затем 4 года первый заместитель генерального прокурора Российской Федерации. В 1999 стал министром юстиции, а с 2006 года генеральный прокурор. Теперь о реакции на этот фильм в России. Фильм был размещен на сайте фонда борьбы с коррупцией 1 декабря в 14.00. К вечеру 1 декабря в Кремле, по словам пресс-секретаря Владимира Путина, его еще не видели. 2 декабря генеральная прокуратура России прокомментировала фильм о бизнесе семьи генерального прокурора. Из комментария следует, что совершеннолетние дети чиновников не обязаны декларировать свое имущество и доходы. Ни на один из вопросов, поставленных в расследовании, прокуратура не ответила. Депутат Государственной Думы от Компартии Владимир Бессонов предложил пригласить Юрия Чайку в Думу, чтобы он прокомментировал обвинение фонда борьбы с коррупцией. Один из немногих депутатов-оппозиционеров Дмитрий Гудков потребовал проведения полноценного парламентского расследования. 3 декабря Юрий Чайка впервые высказался о фильме. Он назвал расследование заказным, а информацию о связи своих детей с криминалом – лживой. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов обнаружил, что заказчиком расследования Навального является ЦРУ. Юрий Чайка должен уйти в отставку, если обвинения подтвердятся, заявил депутат от «Единой России» Иосиф Кобзон. 4 декабря группа депутатов Государственной Думы от «Единой России» и Компартии выступили с заявлением, в котором утверждают, что непозволительно ставить под сомнение репутацию генпрокурора. А тем более прислушиваться к тому, кто доказал, что он враг стабильности и правопорядка. 7 декабря в администрации президента наконец-то посмотрели фильм, но материалы расследования не вызвали в Кремле интереса. В этот же день премьер Дмитрий Медведев заявил, что если реакции властей еще нет, то это не значит, что ее не будет. 8 декабря Министерство культуры России пригрозило последствиями организаторам кинофестиваля «Арт-дог-фест» за показ фильмов без прокатного удостоверения. Фильм «Чайка» был включен во вне конкурсную программу фестиваля. 9 декабря Латвия заявила, что проверит информацию фонда Навального об участии Латышского банка в бизнесе семьи Юрия Чайки. И как только закончится наша программа, она вот-вот закончится, смотрите фильм.